Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У меня в последнее время регулярно спрашивают, а как определить настоящий брокер или мошенники, и вообще, какого брокера выбрать, и разные слухи ходят. Дело в том, что в последнее время у многих людей заканчиваются депозиты, которые были открыты раньше, там под 14% годовых, под 12-16% годовых, они заканчиваются. И когда люди приходят в банк, им говорят, а давайте мы новый депозит откроем, но уже условия, правда, изменились, там 8% годовых. И еще ходят слухи, что на фондовом рынке можно получить и 30% годовых. Ну, например, какой-нибудь модельный портфель или еще что-нибудь на акциях. И вроде бы хочется побольше, но с другой стороны, как только вы начинаете интересоваться фондовым рынком, к вам тут же почему-то сыплются предложения на телефон от разных компаний, загадочные предложения, откуда они сыплются, непонятно, но они идут. И какая-нибудь АБЦ трейд там или трейд 24. Они говорят, мы вам обеспечим 30% в месяц. И вроде бы уже рука тянется вложить туда деньги, но тут прибегают родственники, знакомые, говорят, ты че? Биржа – это сплошной лохотрон, это кидалово, там полно всякого. И вы начинаете искать негатив, и вы его находите, естественно, и вы понимаете, что там полно всяких мошенников. И, может быть, лучше вложить в недвижимость, но те, кто вложил в недвижимость, они уже, так сказать, как бы тоже хотят продать эту недвижимость, потому что она не приносит доходы. И тоже подумают, не вложится ли фондовый рынок. И те же самые вопросы возникают. Поэтому я предлагаю вам сейчас прямо разобраться в этом вопросе. И, ну, посмотрите в мои честные голубые глаза. Что скажут вам родственники? Скажут, посмотрите в его глаза, они же хитрющие такие. Поэтому я предлагаю не верить никому. Я предлагаю проверить всю информацию самостоятельно. Поэтому вот прямо сейчас я предлагаю вам повторить все то, что я буду сейчас делать. Сами повторите. Не доверяйте никому. Мне тоже. Сделайте все сами. Потому что, ну как, вам скажут, ага, он зовет в открытие. Наверное, ему открытие платят. Или финам. Ну, в общем, это недалеко от истины. Вот, поэтому я предлагаю вам проверить все самостоятельно. Смотрите. Что такое фондовый рынок? Это вложение в акции и облигации. Где покупаются акции и облигации? Акции и облигации покупаются на бирже. Как проверить компанию? Ну, наверное, стоит доверять тем компаниям, у которых есть лицензия. Больше, чем тем, у которых нет лицензии. Лицензии у нас выдает Центробанк. Вот, во-первых. Во-вторых, значит, все акции и облигации покупаются на бирже. А на бирже их можно купить только через посредников, через брокеров. И вот та организация, которая вам звонит, компания говорит, давайте, вот мы брокеры, мы брокеры. И давайте проверим. Вот запишите название той компании, которая вам звонит. Они говорят, зайди на сайт, сейчас прямо вот откроешь счет, прямо переведешь деньги на карточку. Скорее всего, это Форекс. Вот, запишите, пожалуйста, как называется эта компания. Вот, и давайте для начала проверим эту компанию. Есть ли у нее лицензия. Если вы спросите у того, кто вам позвонил, он вам, ну, кто-то скажет, что для лицензии у нас все разрешения есть, у нас международная лицензия, так сказать, там, Острова Мэн, там, или, так сказать, Деловер, там, все что угодно. Он будет говорить, могут даже, значит, сказать, что у них есть и лицензии Центробанка, там, все надо проверять. Поэтому, значит, я предлагаю вам сейчас следующее. Смотрите. Первое. Лицензию у нас выдает в стране Центробанк. Для того, чтобы получить лицензию, компания должна удовлетворять совершенно определенным жестким условиям. И после того, как компания получает лицензию, она не просто так получает ее, она регистрируется на московской бирже. Чтобы зарегистрироваться на московской бирже, это отдельная песня. И там нужны отдельные жесткие достаточно требования удовлетворить. И биржа заинтересована в том, чтобы, ну, то есть одно из этих требований, во-первых, это лицензия, а во-вторых, биржа независимый источник. И биржа абсолютно заинтересована в том, чтобы там были только надежные организации. Поэтому, значит, на бирже может зарегистрироваться только компания с лицензией, во-первых. А во-вторых, если на бирже, то это дополнительная проверка. Многие скажут, ну, я хочу купить американские акции, я хочу купить там европейские акции. Так вот, друзья мои, брокеры, которые зарегистрированы на бирже, в большинстве своем предоставляют, у которых есть лицензии, предоставляют доступ к иностранным площадкам торговым за редким исключением. Ну, редкое исключение – это ПСБ, скажем так. Вот, поэтому, то есть там на каждый вид деятельности дается отдельная лицензия. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас переключиться, давайте вместе с вами сейчас переключаемся на Яндекс. И вот он, найдем московская биржа, московская биржа, официальный сайт. Угу, сразу же, первая страница, ну, давайте не будем смотреть на рекламу, да? Это реклама. Московская биржа, официальный сайт moex.com. Поверьте мне, это официальный сайт московской биржи. Смотрим. Московская биржа 2019 и так далее. Московская биржа. Теперь дальше. Заходим вот сюда. Кто мы с вами? Мы с вами частные инвесторы. Нажимаем «Частным инвесторам» раздел. Список брокеров. Очень просто. И на трех страницах. В алфавитном порядке список брокеров. Вот они. Но это просто список. Посмотрите, здесь он на трех страницах. А компаний огромное количество. Ну, какую же из этих компаний выбрать все-таки, да? Даже если она оказалась здесь. Акции, облигации – это фондовый рынок. Участники торгов. Смотрите. Список участников торгов. Мы его уже видели. Ведущие операторы. И статистика по клиентам. Смотрите. Логика такая. Давайте поищем, кому больше всего доверяют люди. Во-первых. Второй вопрос. Ну, если другие люди доверяют в основном вот этим компаниям, то, наверное, они что-то знают об этом. Наверное, логика такая, что они, ну, наверное, в этом что-то знают. Вот. Второе. Давайте проверим список тех компаний, которые имеют наибольшие обороты. То есть список тех компаний, которым доверяют деньги самые большие по количеству оборотов. Вот такие вопросы мы с вами зададим. И третий вопрос, который я задавал сам себе, это следующий. Но, хорошо, вот такие огромные деньги доверяют какой-то компании. Но, может быть, это деньги, ну, скажем, слишком большие. И эту компанию я, как инвестор, не интересую. Может быть, там, с другой стороны, это деньги каких-то финансово-промышленных групп. То есть дальше уже дальнейший анализ, который неплохо бы провести. Но вот здесь, смотрите, статистика по клиентам. И мы смотрим, пожалуйста, просто список участников торгов, ведущий оператор, статистика по клиентам за 2018 год. То есть последняя статистика. И, соответственно, вот мы скачиваем, нажимаем сюда, и мы скачиваем. Здесь, получается, нажимаем сюда. Вот она, табличка. Вот мы скачиваем эту табличку. Я ее уже скачал заранее. Я вам могу сказать. Давайте откроем эту табличку. Вот она, эта табличка. За декабрь. То есть я скачал последнюю. Вы можете поинтересоваться и скачать другие версии за прошлые годы. Вот. Последняя табличка. За октябрь. Самая свежая. Что в этой табличке есть? Динамика количества клиентов. Это московская биржа. Группы клиентов. Физические лица. Количество. 2 миллиона 696 тысяч 241 человек. Вот. Юридические лица. Иностранные лица. Иностранные физические лица. Иностранные юридические лица. Клиенты, передавшие свои средства в доверительное управление. Вот люди. 2 миллиона 780 тысяч людей разместили деньги. В фондовом рынке. Еще раз повторяю. 2 миллиона 780 тысяч. Физические и юридические лица. В основном физические. Дальше. Количество уникальных клиентов. То есть люди вкладывают деньги в фондовый рынок. Количество уникальных клиентов. Это за ноябрь, декабрь и так далее. Посмотрите. Идет рост на 159 тысяч человек. То есть люди активно интересуются. И количество клиентов в московской бирже увеличивается. Количество активных клиентов. Количество активных клиентов намного меньше, конечно. Потому что многие не активны. Но тем не менее оно не маленькое. Дальше. Изменение количества. Здесь дальше графики идут. Диаграммы. Вы их можете посмотреть. Давайте не будем на это обращать внимание пока. Вот. Вы можете сами это посмотреть. Теперь дальше. Дополнительные показатели за декабрь 2018 года. За январь еще, естественно, данные отсутствуют. Участники торгов, имеющие активных клиентов. 297. Что это за цифра? Это количество брокеров, которые зарегистрированы на московской бирже. Тот самый список. 297. Как нам выбрать брокеров? Наверное, мы будем выбирать лучших. Я уже сказал, что мы будем выбирать лучших вот по тем критериям. Значит, у кого больше всего клиентов, кому больше всего доверяют. Поэтому смотрим. По числу зарегистрированных клиентов. Сейчас я удалю, так сказать, несколько столбцов. Чтобы нам было лучше видно. Вот так. Вот. По количеству зарегистрированных клиентов. На первом месте Сбербанк. На втором месте 329 тысяч. Финансовая группа БКС. БКС брокер. На третьем месте ВТБ. Четвертое место. По количеству зарегистрированных клиентов. Тинькофф Банк. Брокер. Тинькофф Инвестиции. Следующий. Финам. Следующий. Группа банка открытия. Открытие брокер. Следующий. Альфа Банк. Следующий. Атон. Алор Плюс. И Freedom Finance. Это крупнейшие брокеры, которые зарегистрированы на московской бирже. Все остальное сильно меньше. Смотрите. Сбербанк 544 тысячи. БКС 329 тысячи. ВТБ 319. Тинькофф 285. Финам 209. Открытие 179. Крупнейшие профессиональные брокеры, которые давно занимаются, это БКС, Финам и открытие. Остальные, это побочные эффекты, это банки. Почему у банков такое большое количество клиентов? Да потому что у них огромная клиентская база. И они просто всех тащат туда. Вот. Теперь дальше. Число активных клиентов. Здесь уже ситуация немножечко изменилась. Активных клиентов. Сбербанк, Тинькофф банк, БКС, знакомые нам, Финам, открытие. Смотрите. Первые два места все равно еще Сбербанк и Тинькофф. Дальше. БКС, Финам, открытие. Число активных клиентов. ВТБ не сильно отстает от открытия, прямо скажем. Следующий. Альфа-капитал очень сильно отстает с большим отрывом. Дальше. Промсвязь. Так. А, это управляющая компания Альфа-капитал. Альфа-банк и Промсвязь-банк 4000 еще меньше намного. Вот. И дальше Газпромбанк. Видим, да? Смотрим дальше. Ведущий оператор рынка объем клиентских операций. А у кого из них больше всего операций из этих компаний? И посмотрите, как резко меняется список. Так, раз. Так, это тысячи. Миллионы. Миллиарды. Триллионы. Не знаю, что это такое. Короче говоря, дальше цифра эта. Группа компаний «Регион» на первом месте. Угу. Не буду говорить, что это за компания. Но есть подозрение, скажем так, что она связана с какой-то финансово-промышленной группой. Я покопался. У меня есть предположения, которые не проверены. Я не буду говорить, какая это финансово-промышленная группа. Следующая. БКС, финансовая группа. Смотрите, сильно, конечно, отстает от «Региона». Но что делать? Вот. БКС. На третьем месте. На втором после «БКС», собственно говоря. Давайте «Регион» не будем учитывать. Открытие. Смотрите, БКС. Ну, там триллион, по-моему, 700. Открытие – триллион 500. Ну, это не сильное отличие. Следующее. Универ Капитал. Финансово-промышленная группа. Ренессанс Брокер. Ну, финансово-промышленная группа, скажем так. «Велес Капитал» сильно отстает «Финам» в три раза меньше по объему денежных операций, чем у «Открытия». «ТКБ» – это Тинькофф. Тинькофф – кредитные системы. ТКБ. Сильно отстает. Собственно говоря, дальше уже «Алор плюс», «Убрир». То есть, ну, как бы, вот оно. И что у нас? Это низ таблицы. Какие выводы? По количеству клиентов, активных клиентов, активных клиентов с деньгами, среди ведущих брокеров на первых местах стабильно «БКС» и «Открытие». «Открытие» – это клиенты с деньгами. «Я» в «Открытие». Именно поэтому это была основная причина, одна из главных причин, почему я пошел в «Открытие». Но не в «БКС». И «Финам», посмотрите, в три раза меньше по объему, хотя по количеству активных клиентов «Финам» выше, чем «Открытие» или по количеству клиентов. Но по количеству денежных клиентов, клиентов с деньгами, соответственно, «Финам» ниже. Теперь смотрим, значит, если у нас с вами денег не так много, то, наверное, клиенты, которых не так много денег, выбирают что? «Сбербанк», «ВТБ», «Финам» среди профессиональных брокеров, либо, значит, ну, дальше уже «Открытие», там, «БКС» и так далее. Вот, но если денег побольше, то, наверное, условия более выгодны вот у «БКС» и у «Открытие». Вот, ну, почему я выбрал именно «Открытие», дальше я смотрел отзывы, соотношение между положительными и отрицательными отзывами, насколько профессионально работает техническая поддержка, насколько профессионально работает сам брокер, насколько он заинтересован в новых клиентах. И, ну, вот так, не буду продолжать. Вот, я выбрал «Открытие» для себя, и поэтому я рекомендую «Открытие» всем. Но, если вы хотите, ну, посмотреть, выбрать кого-то из себя, я вам советую вот с этих позиций именно подходить и никому не доверять, даже мне. Ну, а о том, как регистрировать брокерский счет в «Открытие», вы легко можете посмотреть сайт demetkovyur.com, ссылка ниже. Если вы нажмете на кнопочку «Модельный портфель», я думаю, что я кнопочку поменяю, там будет вместо «Модельный портфель» «Открытие». И я хочу ввести еще одну кнопочку «Финам». Пока «Финам». И «Как открыть брокерский счет в «Финаме»» у вас будет тоже кнопочка, там абсолютно бесплатно у вас появится информация о том, как открыть брокерский счет, как его оптимальные параметры, как подобрать у соответствующего брокера, о том, как пополнить этот брокерский счет без комиссии, как вывести деньги без комиссии, и о том, какие тарифы и при каких условиях лучше у «Финама», потому что «Финам», наверное, все-таки для клиентов с маленькими деньгами похоже, что лучше, да? Раз его выбирают много клиентов с маленькими деньгами. А «Открытие», значит, там уже денег нужно немножечко побольше, и, соответственно, значит, если у вас побольше денег, ну, скажем так, больше 50 тысяч рублей, вы готовы положить сразу, то уже, в общем, становится открытие более выгодным. Что такое БКС и какие там тарифы? Я думаю, что после того, как я всесторонне рассмотрю «Финам», я обращусь в БКС и буду смотреть. Возможно, я поменяю свое мнение об этом брокере. Я очень рекомендую еще раз никому не доверять, проверить все самостоятельно. И я очень прошу вас поделиться данным видео с теми людьми, которые говорят о том, что… Не верьте никому, особенно вот этому чуваку-логасому с хитрющими глазами. Поделитесь со своими знакомыми вот этим моим видео, и скажите, вот, попробуйте проверить сами, что он говорит. Ни в коем случае не доверяйте. Просто поделитесь с ними этим видео, пусть они посмотрят и убедятся. Потому что для того, чтобы побороть страх, сомнение, знаете, что самое лучшее? Самое лучшее – это информация. Информация, полученная из независимых источников. Как получать информацию из независимых источников, я только что вам показал. Пишите, понравилось ли вам это видео. Напишите, пожалуйста, каких брокеров вы нашли интересных для себя. И мы рассмотрим это дело. А на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитров Юрий. До встречи.